Заседание правительства Чрезмерное расширение круга возможных претендентов на присвоение звания ветерана труда Ульянской области не произойдет, поскольку в силу части 2 статьи 4 закона перечень наград, наличие которых необходимо для присвоения гражданина звания ветерана труда Ульянской области, определяется правительством Ульянской области, что дает возможность предоставлять право на получение награды только гражданам, осуществляющим свою деятельность под эгидой социально значимых общественных объединений, как, например, областной союз Федерации профсоюзов Ульянской области. В случае утверждения документа законодательным собранием он вступит в силу уже с 1 января 2019 года. В свою очередь, руководитель Ульяновских профсоюзов Анатолий Васильев отметил, что число награждаемых организаций сократится до 50 человек ежегодно. Вручать почетные грамоты будут только самым достойным. Изменение материального поощрения ждет участников добровольных пожарных бригад, задействованных в тушении техногенных и природных пожаров. В целях стимулирования проектам предусматривается осуществлять ежегодную денежную выплату добровольным пожарам за участие в тушении пожаров в размере 500 рублей за участие в тушении пожара в количестве от 1-5 пожаров в течение года, в размере 1000 рублей за участие в тушении более 5 пожаров. На эту меру поддержки смогут претендовать 800 добровольных пожарных, включенных в реестр. Многие огнеборцы убывают из него в связи со сменой места жительства или по собственному желанию. Проект закона поможет оказывать матпомощь только тем, кто реально участвует в тушении пожаров. Но поощрять нужно именно тех, кто не просто в реестре, а кто выходит и тушит пожар. То есть у нас и факты, когда есть пожар, а наша бригада из добровольных пожарных дружин и дружинников, к сожалению, мягко скажем, неукомплектована, но при этом они у нас и числятся, и получают меры поддержки. На этом вопросе обсуждение законопроекта завершилось, и правительство приступило к рассмотрению выполнения поручения президента Владимира Путина на территории области. Первое поручение касалось устранения недостатков жилых помещений, в которые переселяются люди из аварийного жилья. В реестре обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, находилось 16 адресов, 16 квартирных домов, из которых на сегодняшний день в 15 домах недостатки и дефекты полностью устранены. Проблемы остались только в одной квартире в Барыше. Застройщик обязали устранить все недостатки до 30 июня. Однако компания в настоящее время на территории области не работает, поэтому ее руководитель по судебному постановлению объявлен в федеральный розыск. В настоящее время решается вопрос о назначении нового застройщика, который уберет за своим предшественником все нарушения. Продолжает оставаться острым вопрос и с обманутыми дольщиками. По состоянию на 1 июня 2018 года на территории Ульяновской области в реестр включено 35 граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Причем 23 человека числятся обманутыми дольщиками еще с 2006 года. Надежды, что строительство их домов завершится, нет. Поэтому им будет выдана из областного бюджета социальная выплата на приобретение квартиры. 12 человек получат выплату в этом году. Еще один в следующем. Здесь, я думаю, что нужно очень жестко привлекать застройщиков к ответу не только перед нами, но и перед органами контрольными. И приглашать на все эти мероприятия наших коллег из прокуратуры. Последний вопрос касался выдачи земельных участков многодетным семьям под жилищное строительство. Почти 6000 семей выразили желание улучшить условия своего существования таким образом. В настоящее время сформировано 392 земельных участка, планированных бесплатным представлением многодетным семьям. Кроме того, до конца 2018 года планируется сформировать и представить дополнительно 500 земельных участков многодетным семьям. Этим вопросом повестка заседания правительства была исчерпана. Проекты законодательных актов предстоит утвердить или отправить на доработку законодательному собранию. А доклад о выполнении поручения будет направлен в администрацию президента. Егор Тестов, Юрий Конехин. Новости дня. Ульяновская правда.